Музыка Начинаем девятую лекцию по книге «Исход». Главы 17 и 18. В 17 главе говорится о воде, которая возникла из скалы и битве израильтян с амаликитянами. Пожалуйста, прочтите стихи 1 и 2. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорил «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» После выхода из пустыни Син израильтяне расположились станом в Рефидиме, как повелел им Бог. Народ выдвинулся по повелению Божьему, но там, куда они пришли, не было воды. Люди послушались Господа и столкнулись с трудностями. Всевышний испытывает свой народ различными способами, а иногда дает испытания, похожие на огонь. В книге Второзакония, восьмой главе, пятом стихе, говорится, что Бог наказывает свой народ. Он использует все наше окружение, чтобы воспитать нас и сделать Божьими людьми. Израильтяне стали обвинять Моисея и требовать воды. Винить пророка значит упрекать Господа. Когда евреи требовали у Моисея воду, они были похожи на капризного ребенка. В послании Иакова, четвертой главе, первом стихе, сказано, что люди дрались и ссорились, но не получали того, чего хотели. Они желали, но не имели, даже совершая убийства. Мы воюем, завидуем и жадничаем, но Бог не дает нам то, что мы хотим. Ссорясь и обвиняя Моисея, народ ссорился и обвинял Господа. Пророк обличает народ и спрашивает, зачем он искушает Всевышнего. Как мы искушаем Бога? Действительно ли Господь помогает нам? С нами ли Он? На самом ли деле Всевышний помогает нам? Действительно ли Он с нами? Такие вопросы искушают Бога. Третий стих. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши. Израильтяне роптали на Моисея, говоря, что он вывел их из Египта для смерти в пустыне. Так как их дети и скот умирали от жажды, народ скинул на пророка всю ответственность своего положения. Моисей был Божьим слугой, который делал то, что велел Господь. Перед тем, как Иисуса распяли на кресте, люди сбили и осмеяли Его. Он получил несправедливый приговор от Понтия Пилата. Иуда Искариот продал Христа за 30 серебряников. Что же сделал Иисус? Он сказал, что это чаша, которую ему дал Бог. Мы, христиане, верим в Божий суверенитет. Божий суверенитет проявляется в поступках по воле Бога. Это вера в то, что Господь даст мне, или нам, или нашей семье, или церкви, самое лучшее. В послании к римлянам, 8 главе, 28 стихе, говорится, что все содействует ко благу. Так как Господь знает все, нам необходимо стремиться поступать в соответствии с Его волей. Он действительно знает все. Вера в Божий суверенитет также показывает нашу веру в то, что Бог во всем помогает нам. Вещи, которые с нами случаются, происходят только потому, что Господь позволяет этому произойти. Нас могут ранить другие люди, настигнуть болезни или несчастный случай. Христианин, который верит в Божий суверенитет, никогда не спотыкается, не соблазняется. Четвертый стих Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом Сим? Еще немного, и побьют меня камнями. Моисей молился Богу. Народ готов побить меня камнями. Если наше сердце начинает жаловаться, то мы искушаемся. Нам не хватает веры. Тогда сатана начинает контролировать наше сердце. Моисей пострадал. Бог заговорил с ним. Стихи пятый и шестой И сказал Господь Моисею Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских И жезл твой, которым ты ударил по воде, Возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода И будет пить народ И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских Господь говорит Моисею Встать со старейшинами пред скалой в Хариве А также взять жезл и ударить им по скале Бог обещает Моисею, что встанет перед ним на скале в Хариве В книге Откровений 4 главе 2 стихе Господь восседает на престоле Справа от него сидит Иисус В стихе Бог обещает стоять перед Моисеем на скале Синая Когда Стефана побивали камнями, Иисус встал со своего места В книге Деяний 7 главе 55 стихе Сказано, что Стефан смотрел на небо Во время его мученической смерти Иисус встал и утешил Стефана Бог не хотел, чтобы Моисея забили камнями до смерти Несомненно, его могли забить камнями, высечь до смерти Или оставить умирать с голода Но его время еще не пришло Сначала с помощью Моисея Богу было нужно привести израильтян к цели И исполнить свой план Когда пророк ударил по скале жезлом Господь пустил из нее воду Что означает вода и скалы? Во-первых, это показывает, что Всевышний ведет израильтян Кто руководит нами? Бог Во-вторых, это показывало, что Господь был Богом силы Вода не полилась из-под земли или из реки Была пробита скала И из нее потекла вода В-третьих, это показывало, что народ Божий живет благодаря Богу Господь вызволяет нас из ситуаций Которые кажутся неподъемными и трудными для нашей жизни И, наконец, между этим существовала конечная цель Это означает, что мы, верующие, получаем духовную воду жизни через Иисуса Который есть наш камень Первое послание к Коринфянам Десятая глава, четвертый стих И все пили одно и то же духовное питье Ибо пили из духовного последующего камня Камень же был Христос Иисус Христос есть наш духовный камень В Евангелии от Иоанна, четвертой главе, четырнадцатом стихе Говорится, что тот, кто пьет воду, которую дает Господь Не возжаждет вовек Богатство, власть и удовольствие этого мира Все это является водой, которая через время опять вызывает жажду Все эти вещи утоляют нашу жажду лишь на мгновение Они приносят счастье только на некоторое время Это не идет ни в какое сравнение с духовной водой Которая исходит от Бога Седьмой стих И нарек месту тому имя Масса и Мерива По причине укорения сынов Израилевых И потому, что они искушали Господа, говоря Есть ли Господь среди нас или нет Место было названо Масса и Мерива Масса означает испытание Израильтяне искушали Господа Мерива означает пререкание Они вступили в припирание с Богом Спорить и искушать Всевышнего – великий грех Стихи 8 и 9 И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме Моисей сказал Иисусу Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами Завтра я стану на вершине холма И жесл Божий будет в руке моей Амаликитяне пришли и напали на израильтян Они являлись далекими родственниками израильского народа Израильтяне были потомками Иакова Амаликитяне – поколением Исава Вся генеалогия написана в книге «Бытия» в 36 главе 12 стихе Исав был первым сыном Исаака, старшим братом Иакова Иаков относится к верующим, которые связаны с духом Исав – это люди, принадлежащие плоти Когда христианин пытается жить в вере Мирские люди, материалистические и плотские Начинают преследовать его Даже в церкви есть члены, которые принадлежат к плоти и миру Они не думают о вере Такие люди присутствуют в церквях Иногда они доставляют большие неприятности Мы должны помнить, что в Божьем доме есть потомки Исава Моисей говорит Иисусу Навину выбрать людей и идти на войну Они собирались сразиться с Амаликитянами Пророк готовился подняться на гору с помощниками Господа и молиться Что самое главное для лидера? Он должен служить примером и вести за собой людей Моисей решает подняться на гору для молитвы Самой главной вещью в Божьей работе является молитва Война находится в Божьих руках Первая книга царств Семнадцатая глава Сорок седьмой стих Тридцать второй псалом Шестнадцатый стих Большое количество оружия и армии Не гарантируют победы в войне Наша вера не должна строиться на логике Любой, который утверждает, что поклонится Богу Только после того, как заработает много денег Будет иметь практичную веру Тот, кто пытается собрать больше людей в церкви Дискредитируя истину Руководствуется удобной верой Давайте расширим двери церкви И уменьшим порог Тот, кто говорит Давайте пойдем на компромисс Чтобы больше людей пришло в церковь Эти люди имеют практичную веру Царство Божье не в богатстве человека Или в его отсутствии Евангелие от Луки Двенадцатая глава Пятнадцатый стих Послание Иакова Первая глава Семнадцатый стих Здесь говорится, что всякое доброе даяние И совершенный дар исходит от Бога Мы получаем добрые вещи от Господа Попытка приобрести что-либо у этого мира Это логическая вера Для того, чтобы одержать победу в войне Для Моисея было бы неправильным пойти и убивать людей Сначала лидер должен молиться Потому что молитва Это путь к победе Иисус Навин Вышел сражаться в то время Как Моисей поднялся на гору Чтобы взывать к Богу Стихи десятый и одиннадцатый И сделал Иисус, как сказал ему Моисей И пошел сразиться с Амаликитянами А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма И когда Моисей поднимал руки свои Одолевал Израиль А когда опускал руки свои Одолевал Амалик Когда Моисей взошел на гору для молитвы Господь послал ему руки помощи А Аарон и Ор пошли с пророком Во время молитвы Моисей поднял руки Когда его руки были подняты Израильтяне побеждали А когда опущены Амаликитяне начинали теснить Божий народ Что это значило? Это показывает, что наше сердце и дух Склоняются к Господу Наше сердце и служение должно быть покорным Богу Мы должны отдавать свое сердце и крепость И молиться изо всех сил Прежде чем Моисей получил закон Он сорок дней молился на горе Синай Мы получаем великую благодать и силу Когда молимся Для верующего намного разумнее молиться и получать от Бога Чем просто усердно работать над чем-то В 6 главе книги второзакония Господь изливает свое благословение на тех, кто ему подчиняется В ней говорится, что Бог даст израильтянам Построенный не их руками красивый город И все дома в нем Господь также обещает дома Наполненные хорошими вещами И колодцы Из которых льется холодная вода Всевышний даст виноградники и оливковые деревья Израильтяне не построили и не сделали ничего из этого Бог даст им созданное другими Мы люди, которые получают вещи от Господа Верующие не ждут мирского 12 стих Но руки Моисеевы отяжелели И тогда взяли камень и положили под него И он сел на нем А Аарон же и Ор поддерживали руки его Один с одной, а другой с другой стороны И были руки его подняты До захождения солнца Моисей держал руки поднятыми Весь день и в конце концов устал Он был стар Если бы пророк опустил руки То израильтяне потерпели бы поражение А Аарон и Ор принесли камень, на который сел Моисей И поддерживали его руки Некоторые говорят, что он был мужем Мариам Так утверждал ученый-историк Флавий Когда Божьи служители молятся То появляются люди, которые помогают им Когда мы взываем к Господу, Он помогает нам В конце концов, молящиеся победят Когда мы молимся, существует надежда А тот, кто не делает этого, не имеет ее Стихи 13 и 14 И низложил Иисус Амалика И народ его острием меча И сказал Господь Моисею Напишись ее для памяти в книгу И внуши Иисусу Что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной Иисус Навин победил Амаликитян Господь уничтожил врага, напавшего на Божий народ Мы должны поддерживать дела Божьи Необходимо отбросить свою гордость И дух соперничества Когда дела Божьи идут хорошо То всегда нужно радоваться Мы должны исполнять дело Господа Как Аарон и Ор Стихи 15 и 16 И устроил Моисей жертвенник И нарек ему имя Иегова Нисси Ибо, сказал он, рука на престоле Господа Брань у Господа против Амалика Из рода в род Моисей построил жертвенник И назвал его Иегова Нисси Бог наше знамя Знамя относится к победоносному флагу Всевышнего Моисей Моисей водрузил его после того, как выиграл битву против Божьих врагов Мы всегда должны помнить, что наш Бог борется за нас Давайте продолжим 18 главой Она говорит о помощи Иофора Моисею К пророку пришел его тесть Пожалуйста, прочитайте стихи с первого по четвертый И услышал Иофор Священник Мадиамский Тесть Моисеев О всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего Когда вывел Господь Израиля из Египта И взял Иофор, тесть Моисеев Сепфору, жену Моисееву Предтем возвращенную и двух сынов ее Из которых одному имя Герсам Потому что, говорил Моисей Я пришлец в земле чужой А другому имя Елиезер Потому что, говорил он Бог отца моего Был мне помощником И избавил меня от меча фараонова Иофор, Мадиамский священник Тесть Моисея Пришел к пророку в гости Он услышал о всех великих делах Которые Бог совершил для Израиля Иофор привел с собой жену Моисея Сепфору и двух его сыновей Уходя к фараону Моисей отослал их к Иофору Его первого сына звали Герсам Это имя означает Я пришелец в чужой земле Второго сына Звали Елиезер И имя его Означало Бог освободил меня Книга Исход Четвертая глава Двадцатый стих Моисей отправил свою жену и сыновей К тестью И взял с собой Божий жезл Стихи пятый и шестой И пришел Иофор Тесть Моисея С сыновьями его И женою его К Моисею в пустыню Где он расположился станом У горы Божьей И дал знать Моисею Я, тесть твой, Иофор Иду к тебе И жена твоя И два сына ее с нею Иофор пришел к Моисею На гору Хариф С его сыновьями и женой Он ступил на то место Где была Божья работа И его присутствие Какое место мы должны искать? Место истины Нужно стремиться туда Где можно получить благодать Это то место Где может жить наш дух Духовная Хананская земля Моисей рассказал тестью Обо всем, что произошло Моисей вышел Навстречу тестью своему И поклонился И целовал его И после взаимного приветствия Они вошли в шатер И рассказал Моисей Тестью своему О всем, что сделал Господь с фараоном И с египтянами Для Израиля И о всех трудностях Какие встретили их на пути И как избавил их Господь Моисей Моисей с радостью Принял своего тестя Они приветствовали Друг друга Есть люди, которые Не любят посетителей Мы, верующие Должны хорошо думать О людях Которые посещают нас Кто тепло Принял посетителей Которые были ангелами Это был Авраам Лот спасся После встречи с ангелом Моисей Рассказал Тестью Иофору О Божьей помощи И избавлении О чем мы больше всего Разговариваем Когда встречаемся Может быть О том Где лучше всего Заработать деньги Или какой бизнес Лучше подходит Для заработка Больших денег Может быть О том Какое образование Дать своим детям Или Что нам ближе К лицу Мы должны Провозглашать Божье спасение И Его помощь Другим людям После того Как Иофор Выслушал Моисея Он прославил Господа Стихи 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 С 9 по 11 Иофор 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 радовался О всех благодеяниях Которые Господь Явил Израилю Когда Избавил Его из руки Египтян И сказал Иофор Благословен Господь Который Избавил Вас Из рук Египтян И из руки Фараоновой Который Избавил Народ Сей Из-под Власти Египтян Ныне Узнал Я Что Господь Велик Паче Всех Богов В том Самом Чем Они Превозносились Над Израильтянами Иофор Радовался Всем Благодеяниям Которые Сделал Господь Для Израиля Он Прославил Бога Поблагодарил Всевышнего За освобождение Израильтян Из Египетской Руки И Избавление От Фараона А Также За то Что Господь Единственный Бог Который Выше Всех Других Богов Если Мы Идем Вперед С Верой То Бог Помогает Нам Благодать И Божье Спасение Существуют До Сих Пор И Нам Необходимо Смотреть На Господа Даже В Самых Сложных Ситуациях Когда Все Говорят Нет Мы Должны Смотреть На Всевышнего Если Другие Говорят О Невозможности Чего Либо Нам Нужно Искать Божьего Мы Не Полагаемся На Людей И Не Ищем Их Помощи Нужно Молиться С Высоко Поднятыми Духовными Руками Молитесь Подняв Свои Руки Вверх Мы Должны Взывать К Богу Всегда Помните Об Об У Те Кто Молится Есть Надежда Но Ее Нет У Того Кто Не Делает Этого Двенадцатый Стих И Принес Иофор Тесть Моисеев Всесожжения И Жертвы Богу И Пришел Аарон И Все Старейшины Израилевы Есть Хлеб С Тестем Моисеевым Перед Богом Моисей И Его Тесть Иофор Принесли Господу Жертву Всесожжения И Ели Вместе Они Радовались За Спасение Множества Людей Стихи Тринадцатый И Четырнадцатый На Другой День Сел Моисей Судить Народ И Стоял Народ Прин Моисеем С Утра До Вечера И Видел Тесть Моисеев Все Что Он Делает С Народом И Сказал Что Это Такое Делаешь Ты С Народом Для Чего Ты Сидишь Один А Весь Народ Стоит Перед Тобой С Утра До Вечера На Следующий День Иофор Вышел Чтобы Посмотреть Чем Занимается Моисей Пророк 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 Сел Рассудить Народ А Люди Стояли Перед Ним Он Был Единственным Судьей Среди Двух Миллионов Израильтян Вот Почему Была Такая Огромная Очередь Это Было Утомительно Как Для Моисея Так И Для Израильтян Иофор Указал Моисею На Этот Нюанс Стихи С 15 По 17 И Сказал Моисей Тестью Своему Народ Приходит Ко Мне Просить Суда У Бога Когда Случается У Них Какое Дело Они Приходят Ко Мне И Я Сужу Между Тем И Другим И Объявляю Уставы Божьи И Законы Его Но Тесть Моисеев Сказал Ему Нехорошо Это Ты Делаешь Моисей Сказал Что Люди Пришли К Нему За Справедливым Судебным Решением Но Тесть Обличил Его Сказав Что Тот Поступал Неправильно Он Полагал Что Так Моисей Мучил И Себя И Народ Стихи 18 И 19 Ты Измучишь И Себя И Народ Сей Который С Тобою Ибо Слишком Тяжело Для Тебя Это Дело Ты Один Не Можешь Исправлять Его Итак Послушай Слов Моих Я Дам Тебе Совет И Будет Бог С Тобою Будь Ты Для Народа Посредником Пред Богом И Представляй Богу Дела Его Бог был С Моисеем И Афор Дал Пророку Мудрый Совет Стихи С 20 По 22 Научай Их Уставам И Законом Божьим Указываем Путь Его По Которому Они Должны Ити И Дела Которые Они Должны Делать Ты же Усмотри Из Всего Народа Людей Способных Боящихся Бога Людей Правдивых Ненавидящих Корысть И Поставь Их Над ними Тысячи Начальниками Сто Начальниками Пятидесяти Начальниками И Десяти Начальниками Пусть Они Судят Народ Во Всякое Время И О Всяком Важном Деле Доносят Тебе А Все Малые Дела Судят Сами И Будет Тебе Легче И Они Понесут С Тобою Время И Афор Советует Моисею Отобрать Представителей То есть Выбрать Мужчин И Поставить Их Тысячи Начальниками Сто Начальниками Пятидесяти Начальниками И Десяти Начальниками По Замыслу Тестя Вопросы Неразрешенные Десяти Начальниками Должны Доводиться До Пятидесяти Начальников От Них До Сто Начальников И Так Далее До Моисея Каких Людей Нужно Было Взять Для Этого И Афор Знал И Это Во-первых Моисею Было Необходимо Выбрать Способных Людей Это означало Что Человек Должен Справляться С поставленной Задачей Они Должны Быть Целомудренными Нельзя Ставить Недобродетельного Человека Начальником Во-вторых Люди Должны Быть Богобоязненными Те Те Кто Не Боятся Бога Не Могут Использоваться В Его Делах В-третьих Он Должен Был Выбрать Надежных Людей Чтобы Легко Положиться На Них В-третьих Так же Им Необходимо Быть Безупречными И в-четвертых Ненавидящими Корысть Они Не Должны Были Брать Взятки Нельзя Выбирать Того Кто Мог Из-за Денег Судить Ложно В Сегодняшней Церкви Нам Так же Нужны Эти Четыре Типа Людей Лидеры Делающие Дела Божьи Должны Быть Такими Людьми Нам Нужны Способные И Целомудренные Богобоязненные Заслуживающие Доверия И Ненавидящие Порочные Поступки Такие Люди Могут Быть Истинными Служителями Господа Стихи Стихи По 26 Если Ты сделаешь Это И Бог Повелит Тебе То Ты можешь Устоять И весь Народ Сей Будет Отходить В свое Место С миром И Послушал Моисей Слов Тестя Своего И Сделал Все Что Он Говорил И Выбрал Моисей С всего Израиля Способных Людей И Поставил Начальниками Народа Тысячи Начальниками Сто Начальниками Пятидесяти Начальниками И Десяти Начальниками И Судили Они Народ Во Всякое Время О Делах Важных Доносили Моисею А Все Малые Дела Судили Сами И Афор Сказал Моисею Чтобы Он Сделал Так С Божьего Позволения Независимо От того Насколько Идеальными Могут Быть Планы Человека Они Никогда Не Должны Это Исполнять Если Бог Говорит Нет Какие Замыслы Одобряет Господь Они Должны Соглашаться С Библией Не Стоит Делать То Что Будет Беспокоить Нашу Совесть Необходимо Думать О том А счастливит Это Всевышнего Или Нет Могут Быть Планы Которые Приносят Пользу И Радуют Нас Но Не Угождают Богу Мы Должны Прекратить Делать То Что Может Вызвать У Господа Недовольство Моисей Послушался Тестя Это Не Являлось Предметом Гордости Он Должен Подчиниться Если Через Это Исполнятся Божьи Дела Это Был Не Вопрос Старшинства Или Выяснение Кто Первый А Кто Последний Если Божьи Дела Шли Хорошо Это Было Успехом Таким Образом Моисей Поставил Тысячи Начальников Сто Начальников Пятидесяти Начальников И Десяти Начальников Поступив Так Моисей Решил Простые И Насущные Проблемы До Пророка Доходили Только Самые Серьезные И Сложные Случаи Даже В церквях Постара Не Могут Управлять Всем В Одиночку Воспитание Верных Людей Благое Дело Для Церквей Пастыра Должны Быть Осторожны При Выборе Священнослужителей Во-первых Нужно Тщательно Соблюдать Господень День Во-вторых Исправно Давать Десятину Пастарам Нужно Следить Соблюдают Ли Верующие День Господа И Приносят Ли Неизменно Десятину Необходимо Присматриваться К ним Не Один Год Но В течение Трех Лет И Больше Только После Этого Пастара Должны Назначать Людей Исполненных Верой Священнослужители И Пресвитеры Моисей Отпустил Тестя И Афор Вернулся В свою Землю Двадцать Седьмой Стих И Отпустил Моисей Тестя Своего И Он Пошел В Землю